Оборудование на канализационно-насосной станции Соколовская действует в рабочем режиме. Об этом в своем докладе на оперативном совещании сообщил генеральный директор Щелковского водоканала Александр Циварев. После сбоя в работе КНС, который произошел из-за попадания в систему водоотведения строительных отходов, сотрудники водоканала проложили новый участок трубопровода. Чтобы в дальнейшем таких ситуаций не возникало, было внесено несколько предложений. Хотелось бы поставить на учет принадлежащие администрации сети, а также провести межевание земельных участков и соблюдение по правилам охранных зон, проходящих коллекторов. Глава округа напомнил всем присутствующим, что самое главное в ликвидации возможности подобных ситуаций – это информирование граждан о том, что нельзя сбрасывать, что попало в канализацию. Кроссовки, банкерсы, матрасы, джинсы, чего там только нет. Плюс к этому, вы помните, сколько там достали вот таких вот огромных кусков бетона, частей металла, все, что туда сбрасывалось. И огромный шар скатывается весом в полторы тонны, забивает трубу, и мы получаем аварийный сброс. Также обсудили работу в период новогодних праздников службы 112 городского округа. За каникулы было принято 8 869 звонков. Из них отработана 7 871 заявка. 998 звонков оказались ложными или хулиганскими. В принципе, тоже или какие-то справочники, или каким-то отдельным листом, вот самые необходимые телефоны, вот и канал, там, ну, самые необходимые телефоны экстренных служб, они должны быть, может быть, даже в каждом подъезде на доске. На совещании поговорили о втором этапе реорганизации Щелковской областной больницы. Он должен завершиться к марту нынешнего года. В связи с этим персонал будет составлять 2000 человек, 470 из них – врачи. Также в 2020 году предполагается закупка нового необходимого оборудования, рентгенологического цифрового аппарата, открытие первичного сосудистого отделения, завершение ремонта детской поликлиники на Пролетарском проспекте, проведение капитального ремонта хирургического корпуса на Парковой и открытие офиса врача общей практики в микрорайоне Финский. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.